Житель Фрязина Владимир Булкин поступил в региональный сосудистый центр с инфарктом миокарда в состоянии острого кардиогенного шока. Это когда практически отсутствовал кровоток и наступила полная поперечная блокада сердца. Артериальное давление было почти на нуле. В экстренном порядке пациента доставили в рентгеноперационную, где для восстановления ритма и частоты установили временный кардиостимулятор. Вы видите, это катетер, который заполняет правую коронарную артерию, но ее нет, она закрыта. Это установлен кардиостимулятор сразу же, потому что у больного сердце само не справляется, не может задавать себе нужный ритм с нужной частотой. Поэтому ставим кардиостимулятор и начинаем работу. Катетер выполняется все манипуляции, и мы получаем открытую артерию после установки стента. Вот эта артерия после стентирования. Вот стоит стент коронарный, и вы видите, артерия заполняется, кровоснабжает большую зону миокарда. Малоинвазивная процедура длилась всего 30 минут под местной анестезией. Как итог, еще одна спасенная жизнь. Помогают специалистам регионального сосудистого центра не только профессионализм, но и высокие технологии. Это ангиограф, это аппарат, на котором мы работаем. Именно он дает нам возможность под рентгеновским контролем дойти до сосудов сердца, головы, ноги, чего угодно. То, что нужно открыть, то, что не нужно закрыть, поставить туда стенты. Любые другие импланты – это сердце нашего РСС, сердце нашей операционной. Это ангиограф, который вы видите. В Матищинском региональном сосудистом центре спасают при любых заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Вот идет операция по восстановлению кровотока в ноге. Это задняя большеберцовая. Видите, здесь сужение везде. Это малое тоже сужение. А это передняя, ее нет, она закрыта. Она не кровоснабжает стопу, из-за этого она на стопе не заживает. Нам нужно открыть все эти сосуды, сделать пластику и по непонимности поставить стенты. В этом случае мы дадим шанс на гезо лечиться, язве зажить и сохраним ногу у человека. Сохрани его стопу, позволено сходить. Только в прошлом году проведено 1800 различных ангиографических исследований. И это не предел. Лечим не только инфаркты, инсульты, но также сейчас у нас есть программы по спасению конечностей. То есть это больные с атеросклерозом сосудов нижних конечностей. Мы проводим реконструктивные операции на сосудах, на артериях голени, бедра. То есть все, что позволяет избежать ампутации и, соответственно, избежать инвалидизации. А еще проводят высокотехнологичные операции при гинекологических и урологических заболеваниях. В региональный сосудистый центр везут пациентов со всей Московской области. В прошлом году центр стал лидером в Подмосковье по количеству оперативных вмешательств. После наших вмешательств пациенты могут практически сразу встать и идти. То есть это все делается через проколы, пунктируются артерии, которые потом зажимаются. То есть никаких разрезов болезненных, никаких наркозов. Пациент в сознании находится во время операции. С ним можно спокойно беседовать. То есть это и успокаивает больного. То есть нет такого стресса, когда там дается наркоз, там что разрезы. Нет, это все делается через проколы, после которого даже не остается потом и следа. Жизнь отделения и реанимации изнутри теперь хорошо знает и фрязенец Владимир Булкин. Врачам только теплые слова благодарности. Просто дали мне вторую жизнь без привлечений. Нужно беречь каждое мгновение и бросайте курить, занимайтесь спортом, нет алкоголя и следите за холестерином. Владимир обещает, будет чаще улыбаться, ведь у него теперь два дня рождения.